Бокослужение в память об Александре Невском провел владыка Игнатий. Епископ Ромавирской Лобинской епархии прибыл 6 декабря в Лобинск. Десятки прихожан собрались в храме Александра Невского в день памяти святого благоверного князя. Это очень непростое и сложное время, когда благоверный князь заступился за свою землю. И заступился не только как политический деятель, воин, но в первую очередь он заступился как православный христианин. Потому что латинство, которое пыталось любыми способами захватить землю русскую, он не допустил этому быть. Этот день имеет большое значение для казачества еще потому, что в день памяти Александра Невского в преддверии Дня Героев Отечества открыли две мемориальные плиты с именами казаков станицы Лобинской, награжденных за мужество и храбрость георгиевскими наградами. Владыка Игнатий осветил плиты, которые по его благословению установили на стене храма. Имена героев предков увековечены по инициативе Лобинского казачьего общества при поддержке краевой администрации и администрации Лобинского городского поселения. Имена этих казаков были найдены в результате многолетней поисково-исследовательской работы Лобинского казачьего общества и подтверждены документами Российского государственного военно-исторического архива и Государственного архива Краснодарского края. Эти люди, которые проявили мужество и отвагу во времена Кавказской, Русско-Турецкой войны, Тихинского похода и Первой мировой войны, и пусть события эти были давно, однако у подвига нет срока давности. Районный атаман передал слова поздравления от Игоря Чигаева. Сегодня праздник святого благоверного князя Александра Невского. Это был доблестный руководитель, храбрый воин, мудрый дипломат. Именно его действия послужили становлением и дальнейшее заложило основу становления нашей Руси. И сегодня мы чтим память его, и по праву он считается покровителем всего казачества. Сегодня мы совершили благое дело. На стенах храма появились герои-глобинцы, награжденные знаком святого великому ученика и победоносца Игоря. Несколько человек в этот день получили из рук владыки архиерейские грамоты. Епископ наградил их за усердные труды во славу Святой Церкви.